Чтобы во время кризиса COVID-19 поддержать семьи с детьми, государство приняло решение о единоразовой выплате в 500 евро за каждого ребенка. Обеспечивать процесс будет Государственное агентство социального страхования до 31 марта, перечислив деньги на тот же счет, куда поступают остальные платежи на ребенка. Но бывают ситуации, когда детские деньги получают человек, который фактически не осуществляет уход за ребенком. Чтобы решить эту проблему и оформить все таким образом, чтобы деньги действительно были использованы в интересах ребенка, необходимо своевременно обратиться в Сиротский суд в своей административной территории. В ДАУ в выпускном городском Сиротском суде отмечают, что ситуации, когда родители фактически прекратили совместное проживание, но не решили вопрос о получении государственного семейного пособия, вовсе не редкость. Только за последнюю неделю было установлено более 10 таких случаев. Если ситуация сложилась именно таким образом, лицо, осуществляющее уход за ребенком, без промедления до 1 марта, должно обратиться с заявлением в Сиротский суд. Иногда действительно бывает так, что родители больше не живут вместе, а пособия получает, например, тот, кто живет отдельно. До сих пор выплачиваемая сумма была не столь значительной, и частенько родители просто производили взаиморасчет. Это проще, чем идти в Государственное агентство социального страхования и писать совместное заявление или обращаться в Сиротский суд. На это просто не обращали особого внимания. А сейчас, когда речь идет о более крупной сумме, интерес, естественно, возрос. Как только мы получаем информацию о такой ситуации, в тот же день сообщаем в Государственное агентство социального страхования, что выплату нужно приостановить. Затем в срочном порядке принимаем решение по вопросу и высылаем его. А значит, если до 1 марта вы успеете проинформировать Сиротский суд о своей проблеме, мы успеем вам помочь. Просим проверить всю информацию и действовать безотлагательно. Бывают и ситуации, когда ребенку, достигшему 15-летнего возраста, достаточно самостоятельному и ответственному, по разным причинам лучше получить деньги на собственный счет. В таком случае ему также можно обратиться с заявлением в Сиротский суд, который поможет решить эту проблему. Сделать это также необходимо до 1 марта. В свою очередь молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет, которые продолжают учиться в средней школе или профессиональном учебном заведении, живут отдельно от родителей и хотят сами получать выплату, для решения вопроса должны обратиться в Государственное агентство социального страхования. Да, Укупилский Сиротский суд обращает внимание еще на один момент относительно поддержки в 500 евро. Эта сумма не подлежит никаким отчислениям в счет оплаты долгов получателя. Но, чтобы это не произошло, до 1 марта обязательно нужно проинформировать ответственного судебного исполнителя. Крайне важно срочно хотя бы по телефону связаться с судебным исполнителем и предупредить его, что такое пособие будет выплачено и насчет в каком банке оно поступит. После этого судебный исполнитель проверит, в Государственном агентстве социального страхования достоверна ли информация и своевременно проинформирует кредитное учреждение, чтобы эти деньги не перечислялись судебному исполнителю. Это очень важно. Городской сиротский суд продолжает работать очно, однако заявление просит подавать удаленно, отправляя их на простую или электронную почту или оставляя в почтовом ящике у входа. В случае крайней необходимости можно посетить учреждение очно, обязательно предварительно записавшись заранее. Консультация о получении государственного семейного пособия и выплат можно получить по телефону 654-76-791. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугапевской городской думы.